Здравствуйте, это ГРЭМ Ньюз. Меня зовут Анна Лейтлан-Григорьева и здесь мы обобщаем сказанное в ГРЭМе за неделю. События под Курском в СУ продвигаются все стремительнее. Каковы цели этой операции? Об этом говорили гости ГРЭМа. На ваш взгляд, какая цель стоит перед ВСУ сейчас, которая контролирует значительную часть Курской области? Насколько я понимаю, опять же, сведения очень непроверяемые, ну вообще непроверяемые, достоверные или нет, но это якобы уже 200 квадратных километров. То есть это сопоставимо по масштабу с тем, что в Харьковской области, вот с территории Белгородской области занято до Вовчанска, где идут тоже бои и так далее. Которые с мая месяца попытались предпринимать эти усилия российская армия. Ну то есть я бы сказал, что даже успешнее получилось в Курском, чем вот если сравнивать с операцией, на которые возлагались огромные надежды по Харьковской области. Огромные надежды собирались до Харькова реально дойти, несмотря на то, что они там публично заявляли. Получается, что высокоэффективнее даже в этом смысле действует. Но я думаю не в последней части из-за того, что, а никто ничего не усиливал на границе. Как стояли войска пограничные ФСБ России, ну там какие-то срочники, части. Но вот Ахмат этот пресловутый в трех областях, там где, в общем, до этого были только рейды. Рейд это все-таки другое. Я думаю, что по преимуществам действительно принимали участие, конечно, русские соединения. То есть РДК, Легион Свобода России, Сибирский батареон. Ну может быть с ними были и ВСУ какие-то части, может были какие-то интербригады там. Может быть. Но все-таки это не такое количественное было личный состав, который входил на территорию, приграничную территорию с Украиной. И, конечно, не было цели закрепиться, создать плацдарм, двигаться дальше. Здесь это регулярные части вооруженности Украины. Это впервые такое. Ну никто не подтверждает, но и не опровергает. Ну и аминь, как говорится. Ну считайте, как хотите. Это первое. Бронетехники существенно больше. Существенно больше. Это свидетельствует о том, что да, операция долго готовилась. Да, выбирали направление удара. Это могла быть и Курская, и Брянская, и Болгородская области. Но выбрали Курскую. Там, где узко, там, что называется, и пошли. Поэтому на самом деле вполне предсказуемо, кстати. Ну война же не может длиться, слушайте, два с половиной года, а еще 10, а еще 20 лет. И чтобы вот такого не произошло. Вот кто в это поверил? Рейды, они, наверное, нужны были. Которые предусхищали вот это вторжение в Курскую область. Прорыв в Курскую область. Ну для того, чтобы понять, насколько существенно оборона границы со стороны Российской Федерации. Какие-то части туда же направляются, в Белгородскую особенно. Ну оттуда близко, там 60 километров до Харькова. Все-таки маленькие расстояния между Белгородом, Харьковом и так далее. Выбрали более и менее такую удобную точку в Курской области. И там удали. Какая цель? Вообще на поверхности лежит то, что это размен. Вот мы у вас займем часть Курской области, вы нам отдадите Харьковскую. И вот как бы предлог для дальнейших переговоров относительно вообще всей линии фронта, вообще присутствия российского войска Украины. Это на поверхности лежит. То есть, ну очевидно. Вы нам, мы нам. Вы нам, мы вам. Ну как бы такая вещь компенсаторная. С другой стороны, вы знаете, степень неожиданности и хаоса, который это вызвало в кругах власти, пока только мы говорим об этом, она, мне кажется, дает основание продолжать эту операцию. Потому что лучше нету способа воздействовать на противника, чем сеять хаос внутри его руководства. Прежде всего в нем. Ну народ, он чего, его не спрашивает. Народу что-то нравится, народу не нравится. Ну, извините, войну начинали тоже надо было тогда возражать, возмущаться. Потому что вот эти тезисы, особенно в русской оппозиции, я вот сейчас читаю, звучат. Какая трагедия, какая драма. Конечно, драма. Но только это все драма. Одна большая драма, начиная с 24 февраля 2022 года. И без разницы, в данном случае, россияне, украинцы. Здесь нет такого, что Мезопатрия нам не жалко у русских. Да русских жалко, так же, как у украинцам жалко. А почему и украинцев не надо жалеть? Они не наши, они чужие. Если чужие, надо всех убить, что ли? Что за логика такая? Нет, это неизбежно. Это фатальное было развитие событий. С неизбежностью, к которым все пришло. Ну так вот, я думаю, что на поверхности все это лежит. Но если хаоса станет больше, это очень соблазнительно. Для военно-политического руководства Украины очень соблазнительно. Если Запад резко не отреагирует, а судя по всему, Запад сдержанно реагирует. Ну, раз надо для самообороны, значит вот так. Тем более совершенно идиотическое поведение московского кремлевского руководства. Они говорят, это, говорит, провокация. Вы вообще в своем уме? Какая провокация? Вы рехнулись совсем уже, вы воюете, вторглись чужую территорию. И, значит, по нам нельзя, это провокация. Вы что, хотите войну спровоцировать? Осталось еще дальше что-то сказать. Из Кремля сказать. Вы что, хотите войну спровоцировать? Вы нормальные вообще? Вы нормальные вообще. Как провокация? Вы воюете? Вы что же думали, что воевать с вами будут только на территории Украины, в которую вы вторглись? Ну, это же смешно. Это не доходит. Если уж до Кремля, они не могут поверить, что такое возможно, что отторгнут Курскую область. Или часть Курской области. Два района пока. Суджинский соседний. А что будет, если действительно в Курскую войдут? Вот мне кажется, что военно-политическое руководство Украины само наблюдает за реакцией. Если они увидят. А ведь проявлением ее является уже то, что Герасимов типа мудак, и надо его в отставку. Ну, понятно же, что это вытекающая вещь. А мы раз про Герасима что-то другое, кстати, слышали? Вот Пригожного и Фостовгриву-то посильнее даже чистил-то его. Как говорится, дай снаряды, вот это все. Ну, Пригожного теперь нет. А теперь другие проблемы. Ничуть не менее острые. Поэтому, если военно-политическое руководство Украины увидит за этим перспективу, действительно, резервы нужны. Резервы там просто так нельзя расходовать. Но если у этого есть политическое решение, выход из него, а он такой, что да, переговоры, но только вам придется войска отвезти. А мы отведем свои. Я думаю, что это продолжится. А представьте, вот сейчас, давайте пофантазируем. А если сейчас ударят где-нибудь в Брянской области, например. Ну, так. А под шумок еще и начнут в Крым прорываться. Или еще что-нибудь удушили. Ну, Крым в мост уронит. Если действительно в 16-е поступили, говорят, уже видели. Я не знаю, правда это, не правда это. Пишут. Хочешь верить, хочешь нет. Реакция за пабликов, она же ведь тоже артикулируемая. Там же тоже есть недовольные Герасимовым, и они используют эти зет-паблики для атаки на него. Да. Ну, наверное, действительно, это провал с точки зрения военной разведки, с точки зрения информации. Где-то скопления были. Видите, легкие моторизованные группы, но тем не менее, быстро двигаются. Но главное, почему препятствия не встречают толком. А что, срочники? Как срочники будут воевать? Или ФСБшники? Или Ахмат? Это вообще полицейские. Как они будут воевать? Представляете, закаленные части перебросили какие-нибудь в СУ, там, говорят, с севера перекидывали какие-то части, но их же ротируют постоянно. Они на фронте, потом на север, на границу Беларуси. Все равно это воевавшие люди. Им противостоять могут только такие же воевавшие. Они снесут все к чертовой матери, перебьют всех. Потому что люди опытные, они горели там два с половиной года в войне. Если против их будут противостоять только пограничные части, части пограничных войск ФСБ, ничего нет. Придется перекидывать. И я думаю, что сейчас уже перекидывается Харьковская область, ну вот отсюда, из Белгородчины. Перекидывают просто это близко. Перекидывают соединения части, которые вторгались туда, на Харьковском направлении, я думаю. И, скорее всего, все-таки, ну, тысячи пятнадцать-двадцать перекинут туда. Это неизбежно. Оставят их, не оставят, это неизвестно, да? А если будут кидать в бой оттуда, из тыла какие-то части, ничего хорошего не будет. Ну, они могут сдержать, да, наступление ВСУ, но потери будут гигантские. Просто невероятные по масштабу будут потери. Необстрелянные части, так сказать, не воевавшие, не участвующие в боях, если будут выставлены, пиши пропало. Там потери будут неимоверные. Вопрос, что же будет дальше, конечно, многих волнует. Наши зрители из России, которые пишут... Ну, поскольку мы все-таки возвращаемся, что мы с вами находимся в процессе переговорном, он идет, никуда не исключался, предыдущий обмен, о котором мы тоже с вами говорили в прямом эфире, это часть того же переговорного процесса, то пока не будет подписано, по крайней мере, хоть какое-то там соглашение о прекращении огня, а это, подчеркиваю, у многих какая-то иллюзорность, что, знаете, вот один раз нажали кнопочку, и после этого все остановилось. Никогда вооруженные конфликты так не останавливались. Это всегда некий процесс итерационный. Сначала там прекращение огня, потом этот огонь возобновляется, потом переходит часть территории, там, вот та или иная сторона, начинают друг друга отдавливать, потом происходит, как правило, международное давление как на одну, так и на вторую сторону, потом происходит там, ну, множество операций, поэтому бы быстрого решения здесь нет, не было и не будет. То есть даже подписание, я говорю, по соглашениям о прекращении огня, это длинный процесс. А уж до прекращения самого конфликта, ну, то есть, чтобы было понимание, от момента прекращения огня до подписания и окончательного какого-то остановки, процесс может быть от полутора до двух лет, как минимум. Владимир Осечкин рассказал Грэму о том, куда пропадал глава генштаба Валерий Герасимов. Кстати, после долгой паузы появился в публичном пространстве генерал Герасимов, он появился как раз накануне этих событий, прошелся там, инспектировал какой-то военный объект, до этого его не показывали. Почему вы так долго держали в информационном карантине и для чего все-таки решили опубличить, как думаете? Буквально два слова по-московски скажу. Решал вопрос. Решил вопрос, все, теперь опять на коне, потому что, ну, слушайте, у него несколько его заместителей, тех людей, которые вместе с ним работали в генштабе, сейчас упакованы ФСБшниками в Лефортово. И понятно, что расследования идут. И Герасимов, хоть из него и лепит такого солдафона, такого прямолинейного, такого русского мужика, он очень хитрый, он очень изворотливый, еще в бытность командующего одним из военных округов Министерства обороны Герасимов смог выстроить очень интересные схемы по выводу бюджетных средств совместно с ФСБшниками и их компаниями. Целый ряд подрядчиков мне рассказывали, как к ним по крупным государственным контрактам, связанным с Герасимовом и с теми подразделениями, которыми он руководил, к нему приезжали так называемые там субы, субподрядчики, которые там люди в норковых шубах, там с Верту, на Роллс-Ройсах, которые прямо говорили, это мы забираем, это мы забираем, это мы забираем. Брали по контрактам сотни миллионов рублей и по сути вообще никаких работ не выполняли, потому что все прекрасно понимали, что этот человек пришел от ДВКР ФСБ. То есть Герасимов обильно, все время, щедро делился ворованным с ФСБшниками, но они его пока продолжают крышевать и пока он на плаву. Другой вопрос, что до конца года сейчас на Лубянке произойдет ротация и сменятся кураторы. И вот здесь уже в данном случае все зависит от того, есть ли еще столько же, сколько он этим кураторам дал у Герасимова денежных средств, чтобы новым на блюдечке принести. А может быть те вообще принципиально не захотят брать ничего на блюдечке у Герасимова и позакрывают целый ряд сотрудников ФСБ. Так что аресты будут продолжаться не только в Министерстве обороны, нас ждут еще и расследования по лубянским коррумпированным генералам. Валерий Соловей в Индрю Грэму рассказал о том, что хотят сделать с бывшим министром обороны России Сергеем Шойгу. Что с Сергеем Шойгу? В какой он сейчас позиции? Что-то изменилось за последние месяцы? Да, ничтожный Петрушка. Он просто ничтожный Петрушка. Ему очень... Сейчас обсуждается вопрос о том, посадить его, то есть арестовать. Есть предложение осенью его арестовать, значит, то есть осуществить новую серию арестов и потом выйти на него, да? Он, кстати, об этом знает, догадывается. Ну, или как альтернатива не доводить дело до такого позора, а позволить богатырскому сердцу прекрасного Тувинса, позволить ему перестать биться. То есть его судьба сейчас решается? Его судьба решается, да. А кто должен сказать последнее слово в этой истории? Есть? А я думаю, будет консенсус. Вот все те люди, которых мы с вами упоминали, они будут решать. Они ни в огроже его не ставят, ну, помилуются. Это глубоко и последовательно презирали, особенно сейчас. Пока был жив Путин, у него была какая-то поддержка, был какой-то тыл у Шойгу. Когда Путина не стало, он пытался сыграть некую игру, ему показали, что его игра ничего не стоит. И он сам не стоит ничего. Его обнулили тут же политически. Политически и хотят теперь обнулить антропологически. Но они сопоставимы с Дмитрием Медведевым по влиянию, с Тапасом. Да, сопоставимы. Не у того и другого нет влияния даже на собственную тему. Сопоставимы, конечно. Просто Шойгу, в отличие от Медведева, не пьет. Это сейчас вот единственное важное отличие. Это Грэм Ньюз. Здесь мы коротко рассказываем вам о том, что важно и интересно. И если вы еще не стали нашим подписчиком, обязательно это сделайте. А также становитесь спонсорами канала Игрянул Грэм. Можно это сделать в Ютубе, Патреоне, Пайпале. Ссылки в описании. Сделайте это для того, чтобы мы оставались с вами на связи. Иначе никак. Ну и в Грэме все только начинается. В хорошем смысле слова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok